Здравствуйте всем, меня зовут Пётр Гребенко. Я сегодня хотел бы рассказать про инфраструктуру микросервисов, но так как очень много девопсов, с которыми я общался по этому поводу, просто не готовы осознать саму инфраструктуру, потому что у них не существует еще знания о микросервисах. И данный доклад больше будет интересен с точки зрения изучения микросервисов как архитектурного стиля программирования. Но также мы рассмотрим инфраструктуру в конце. Что такое микросервисы? Вы можете прочитать определения. Если говорить о них, это такой архитектурный стиль программирования, в котором монолитное приложение, как оно было классически сделано до их появления, развивается на независимые компоненты. Эти компоненты развиваются в зависимости от бизнес-логики. Они коммуницируют друг с другом через API, и они независимы от языка. Микросервисы сложно описать каким-то определением, поэтому лучше использовать свойства этих микросервисов. Начнем с первого – развеяние на компоненты через сервисы. У нас может быть монолитное приложение, например, онлайн-магазин. И у него есть библиотеки, например, это может быть сама Ивайка, некоторая часть, которая отвечает за платежные системы, BKN часть, которая отвечает за хранение информации о продуктах и о юзерах. Все это – это как выявляются в нашей архитектуре отдельными сервисами, которые должны взаимодействовать между собой через простые каналы передачи данных, такие как HTTP API или, например, RabbitMQ, достаточно простые очереди. Такая архитектура сервисов позволяет их очень быстро развертывать, потому что они независимы друг от друга, и при, например, деплое одного из компонентов нам не нужно передеплоивать абсолютно все сервисы, а достаточно передеплоить только один. И как преимущество из этого всего влекает, что эти сервисы можно, в принципе, писать на разных языках, использовать для каждого сервиса отдельные бэкгенды. Дальше я покажу пример. Слева вы видите классическое приложение. Это сайт для бронирования квартир. Справа этот сайт представлен в виде микросервисов. Как мы видим, все компоненты, которые раньше были исключительно библиотеками или отдельными трендами приложения, теперь стали отдельными сервисами, и их общение происходит исключительно через сеть, через TCP, ну и там дальше по уровням выше HTTP или RabbitMQ протоколы. Но хочу обратить ваше внимание, что в классическом примере ядро, которое в большинстве случаев является просто базой данных, в случае микросервисов не может быть базы, это тоже должен быть сервис, которому все остальные будут взаимодействовать по этим простым протоколам. Потому что когда мы, например, посмотрим на пятый компонент, это администрирование контента, и на первой, это бронирование, то есть это, грубо говоря, главная вьюха. Если мы будем администрировать контент непосредственно сразу в базу, по сути, наши сервисы не общаются с друг другом, они общаются посредством базы данных, что является недопустимым, так как основная вещь в микросервисах это общение исключительно по простым каналам передачи данных. Преимущество такой архитектуры – это масштабируемость, так как мы можем сделать любое количество сервисов, так как они обладают простыми свойствами, мы можем поставить перед ними, например, любой балансировщик или любое количество балансировщиков, и масштабировать их в зависимости от наших потребностей, нагрузки и так дальше. Отказ за устойчивость. Любой из сервисов может выйти из строя, и очень легко можно поднять новый такой же сервис, а если у вас заранее это сделано, то никаких проблем не будет, это все-таки HTTP, а не что-то более сложное. И, наверное, самое главное преимущество, как по мне, это обновляемость. Дело в том, что при разработке огромных enterprise-приложений в случае изменения одной библиотеки, одного модуля этого приложения нужно зачастую передоплоивать абсолютно весь кластер. Это может занять достаточно много времени, сделать этот процесс автоматизированно так, чтобы при этом у вас оставался работоспособный ресурс достаточно сложно. Но в этой микросервисе, во-первых, нам нужно обновлять только небольшую часть наших компонентов, а если задействовать good practices HTTP API и номеровать их по версионности, то сделать runtime обновление без downtime не представляется чем-то таким очень уж сложным. трудности при проектировании самих микросервисов. Разбить бизнес-логики на зависимые компоненты. Это сделать трудно, так как сложно изначально понять, какие именно роли должен вонять микросервис. Это должно быть отдельное приложение, которое несет в себе много функций, или это должно быть очень-очень узком корпоративный сервис. На самом деле, ответа на этот вопрос нет. Все зависит лично от архитектора, наверное, или доп, который будет реализовывать данный проект. Но появляются некоторые преимущества, потому что команда людей, которая будет разрабатывать один сервис из микросервисов, например, один из компонентов, она может быть очень небольшая. То есть для, например, разработки классической версии этого сайта может уйти 20 человек. Часов там, ну, 20 человек будет занято в проекте. Для каждого из этих компонентов может быть два человека, которые будут знать свой сервис вдоль и поперек, при этом общаясь самым простым способом со всеми остальными компонентами. Это очень сильное преимущество по сравнению с классической геной. И организация взаимодействия между сервисами. Я уже приводил в пример, что центральный компонент — это, например, база данных, и если общение будет происходить через нее, это нарушит целостность нашего приложения, потому что это просто противоречит архитектуре, и мы просто потом будем запутываться сами в связях, которые происходят в этом стеке. Так как это микросервисы, то к ним должны привлекаться особые требования к их инфраструктуре. Они должны быть такими же самими микросервисами. Это ошибленность, остатка заучастливенность и обновляемость. На сегодняшний день, используя обычные технологии, ну, железные сервера или не очень продвинутые хостинги, достаточно сложно получить очень высокий уровень абстракции для запуска приложений такого вида. Дело в том, что микросервисы должны быть очень динамичными и имея большое количество компонентов, которые должны динамически обновляться, скейлиться. Они должны быстро запускаться и быстро сворачиваться. Для этого низкий уровень абстракции совсем не подходит. Поэтому приходится искать альтернативные пути решения. Им может стать, например, Amazon, так как он со своими функциональностями будет предоставлять достаточно высокий уровень абстракции. Либо, если мы не хотим использовать, например, Amazon, то это может быть продукт Apache Mesos, либо продукт Kubernetes, либо CoreOS. Такие продукты предоставляют очень высокий уровень абстракции, и они достаточно сложные для конфигурации, но очень простые в дальнейшем использовании, особенно в regular tasks, так как обновление и RDPOI-кластера. В инфраструктуре должны существовать вот такие компоненты. Это исключительно мой взгляд, наверное. Automation — это должен быть некий компонент, который мы можем легко управлять нашим набором микросервисов. Classic Resource Management — это системы, про которые я вот только что говорил, это Apache Mesos, Kubernetes. Это системы, которые позволяют запускать большое количество процессов, неважно, как они организованы, в докер-контейнерах или просто процессами, и они предоставляют очень большую отказоустойчивость, целостность этого приложения. Service Discovery — для того, чтобы мы не заботились о том, где и как запущены все наши микросервисы. Они должны свободно коммуницировать между собой, независимо от того, на каких нодах, на каких портах они запущены. Data Storing и Data Processing — это уже некоторые надстройки, которые могут эту инфраструктуру сделать более универсальной и более подготовленной для использования разных приложений. То есть мы обычно практически всегда строим какие-то данные, и обычно, если это какой-то бизнес, мы всегда их обрабатываем. Дальше я хочу рассказать немного глубже о инфраструктуре по компонентам. В том проекте, который мы реализуем для Service Discovery, мы используем Console. Console предоставляет собой мультидатацентровое приложение, у которого есть K-Value Storage, Service Discovery, который работает как, грубо говоря, HTTP API и может отдаваться через DNS. И у Console очень неплохой запас прочности, если можно так выразиться. Дело в том, что мы можем в Console добавлять сервисы через HTTP API, а потом использовать DNS, чтобы доставать инфоинты. Например, у нас есть сервис под названием API. Мы можем добавлять его в Console буквально пару урлами и сделать один DNS-запрос, в котором будет API имя нашего кластера по Default Service Console и получить в ответе end-поинты всех наших сервисов, в данном случае трех. И K-Value Storage — это такой приятный бонус, где можно ходить, например, конфигурации, шаблоны конфигурации наших сервисов и все, что в целом рассудится. Но они стоят, наверное, за употреблять. Mezos. В нашем проекте мы используем Mezos. Mezos, по сути, представляет еще более высокий уровень абстракции, чем Docker-контейнеры, потому что он позволяет запускать процессы на разных машинах в кластере. То есть, грубо говоря, это выглядит так. Вы можете в Mezos передать некоторый экзекьютор, который выполнится на любой из нот кластера в качестве обычного процесса, который в топе, например, можно будет увидеть как наследника Mezos. При этом вы можете управлять этим процессом, ну, келять, создавать новые мастер-ноды. Это позволяет создавать такие вещи, которые называются как фреймворки. Когда создается процесс, который подключается к API Mezos и создает попутно своих чайлдов, которые являются, например, нашим приложением. И он, цепляясь к API Mezos, может контролировать это приложение, предоставляя внешне какой-то API. Например, мы можем сделать API, который позволит скейлить наши процессы или, например, получать из них какие-то специфические метрики и, по сути, управлять нашим приложением всего лишь одного API, которое мы можем запустить в Mezos. Марафон. Марафон – это надстройка над Mezos, которая предоставляет просто красивую UI и отличный API для управления запусками процессов в Mezos. Я не буду здесь сильно останавливаться на самом деле, потому что это практически ничем нельзя ждать Mezos. В общем-то, наша инфраструктура, архив нашей инфраструктуры выглядит примерно вот так. Есть администрирование кластером, в нашем случае это Ambare. У него есть Core, у которого есть API, куда мы можем передавать JSON с конфигурациями, например, нашего кластера для автоматической развертки. Есть стэк Mezos, в котором мы запускаем наши процессы. В Mezos крутится процесс, который позволяет сливать данные о существующих процессах, которые ранятся в Mezos, в консул. И за счет этого мы делаем сервис Discovery, потому что в консуле мы храним, по сути, всю актуальную информацию о существующей инфраструктуре и о ком можем ее получить. Здесь ошибка. Здесь, на самом деле, тоже должен быть консул. И мы здесь видим марафон Cassandra и Spark. Это то, что я говорил про Storage и Data Processing. И компонент, который позволяет нам транслировать с Mezos в консул, называется Mezos в консул. На этом слайде показано, как, в принципе, взаимодействуют по очереди все компоненты. То есть, самое низкое стоит в DNS. Зуб Гипер, который является хранителем, по сути, конфигов всех фреймворков в основном. И актуальное состояние у их чайлдов, фреймворков, которые мы запускаем на Mezos. Ampary Metrics — это мониторинг наших сервисов. и консул, который является Service Discovery. Ну, и дальше прошли просто фреймворки, которые запускаются на месте, которые предоставляют нам конечные некоторые API для проборки использования данных. Я думаю, что у меня все. Спасибо за внимание. Я от себя еще добавлю, если у кого-то будут какие-то вопросы, там, я не знаю, можете задавать либо мне, либо на прямой Пете писать. У нас таких достаточно много специалистов. Если кто-то только начинает свой путь с микросервисами и тому подобными вещами, вы можете задавать любые вопросы. Мы на них постараемся ответить. Спасибо, было весьма информативно. Да, ребят, я жду ваши вопросы. Вот можете прямо в чатик писать. Постараюсь на них ответить сейчас либо потом. Спасибо тебе, Петр, за сегодняшнюю презентацию. Я думаю, если у ребят возникнут вопросы, возможно, после они обратятся к тебе. И сегодня будет видео, я надеюсь, что получилось его записать, и все с ним хорошо. Ну и блокпост с комментариями там. Я думаю, разберутся ребята. Если что, найдут тебя так. Ты будешь не против? Нет, спасибо. Окей, спасибо тебе большое. Всем хороших выходных. Увидимся через две недели. Всем пока. Пока-пока, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.